Юпитер является пятой по удаленности от Солнца планеты. Этот газовый толстяк изучен как никогда раньше, поэтому мы обратим наше внимание на огромное число спутников этой планеты. А их количество бьет все рекорды в Солнечной системе. На сегодняшний день зарегистрировано 69 спутников, а хорошо изучено 63. Что о них известно? Чем они уникальны? Возможно ли на них жизнь? Возможно ли высадка аппаратов на эти спутники? Давайте разберемся вместе. Итак, спутники Юпитера можно разделить на три группы. Галилеевы, внутренние и внешние. И начнем мы, пожалуй, с внутренних спутников. Почему они считаются внутренними? Дело в том, что орбиты этих спутников расположены очень близко к Юпитеру. Всего их четыре. Метиде, Амальтея, Адрастея и Фива. Да, звучит как слова заклинания, но не беспокойтесь, это всего лишь их название. Эти спутники, а также ряд пока еще невидимых внутренних небольших лун, пополняют и поддерживают слабую систему колес Юпитера. Преимущественно состоят из силикатных пород, за исключением самого крупного спутника из этой группы – Амальтея. Третий по удаленности и пятый по размеру. Его радиус составляет 84 километра. А площадь – на 10 тысяч квадратных километров большей площади Ирландии. И при этом он полностью состоит из темно-красного льда. И является одним из самых крупных цельно-ледяных космических тел Солнечной системы. Орбитальная скорость спутника – 26,57 километров в секунду. Температура – около минуса 146 градусов по Цельсию. Амальтея имеет огромные кратеры. Один из них доходит до 20 километров в глубину, с которого можно вдоволь накататься на ледянке. А если вы еще по-прежнему будете живы, то сможете насладиться отличным видом, потому как спутник расположен вблизи газового гиганта на расстоянии всего 181 тысячи километров. Вашему взору будет представлена панорама, состоящая из 80% только одного Юпитера. Скорее всего, Амальтея прибыл из глубокого космоса и был похищен планетой. Далее мы рассмотрим внешние спутники. Внешняя группа состоит из маленьких спутников, диаметра которых от 1 до 170 километров. Движутся они по вытянутым и сильно наклоненным к экватору Юпитера орбитом. В настоящее время насчитывается 61 спутник внешней группы. Спутники расположены близко к планете и движутся по своим орбитам в сторону вращения Юпитера, а большинство удаленных спутников движутся в обратном направлении. В них нет ничего особенного, поэтому там долго не задерживайтесь. А вот Галилеевы спутники представляют огромный интерес. Четыре самых крупных спутника Ио, Европа, Ганимет и Калиста. Эти спутники, вероятно, всего образовались из газа и пыли, которые окружали Юпитер после его формирования. Ио пятый по счету спутник Юпитера, и он всегда повернут к своей планете одной стороной. Расстояние от поверхности Юпитера до Ио составляет 350 тысяч километров. Спутник чуть больше, чем наша Луна. Он является четвертым по величине спутником в Солнечной системе. На поверхности вы всегда сможете найти двуоки серы, создающие крупные белые и серые участки. На спутнике также имеются желто-зеленые участки. Но это далеко не травка, а атомная сера. Поэтому там могут пастись разве что только атомные коровы. На полярных участках, опять же, сера проходит сквозь радиационное влияние, из-за чего краснеет. Поскольку Юо является самым вулканическим активным телом Солнечной системы, извержение на спутнике гигантский и хорошо заметно из космоса. Вулканы извергают серу на высоту в 300 километров. На поверхности спутников отчетливо видно множество лововых потоков и свыше 100 кальдер взрывного характера. Но отсутствуют ударные кратеры. Вся поверхность покрыта серой в различных красочных формах. Температура при извержения поднимается до полутора тысячи градусов по Цельсию. Тонкая атмосфера, состоящая в основном из газообразной двуокуси серы, производимой извержениями вулканов, разрушается каждый раз, когда Юпитер проходит между своей Луной и Солнцем. Отчего температура резко падает. Распад длится около двух часов и происходит каждые 1,7 земных суток. После чего солнечный свет вновь достигает поверхности спутника, превращая диоксид серы из твердо обратно в газообразное состояние. И все же температура на его по-прежнему намного холоднее, чем где-либо на Земле. Далее мы рассмотрим спутник Калиста. Третий по величине спутник в Солнечной системе, размером примерно с Меркурий. Но заметно уступает этой планете по массе. Калиста покрыт огромным слоем льда, под которым расположен океан, а центр Калиста содержит горные породы и железо. Атмосфера Калиста разреженная и состоит из диоксида углерода. Спутник Юпитера Калиста просто притягивает к себе неприятности из космоса, потому как он является лидером в Солнечной системе по числу кратеров на своей поверхности. Считается, что спутник уже очень давно является мертвым, с едва заметной любой геологической активностью. Поверхность состоит из примерно ровного количества водяного льда из калистых пород, а также замерзших газов. Массовая доля льдов составляет около 55%. Средняя температура поверхности Калиста – минус 130 градусов по Цельсию. Одно из самых примечательных мест на Калисты – это Вальхало. Если вы рыжий викинг, то обязательно попадете именно туда. Но боюсь, что это далеко не Асгард, а всего лишь кратер, но все же представляющий для нас интерес. Кратер состоит из яркого центрального региона диаметром 360 километров. Вокруг него располагаются гребни в виде колец радиусом до 1900 километров. Они расходятся от него словно кольца от брошенного в воду камня. Такая структура возникла из-за столкновения спутника со сравнительно крупным астероидом размером 15 километров. Европа – шестой спутник Юпитера, диаметром чуть меньше нашей Луны. Европа является одним из самых гладких тел в Солнечной системе. На ней нет возвышенности – более 100 метров. Атмосфера на спутнике разреженная и состоит в основном из молекулярного кислорода. Вероятно, это стало результатом разложения льда на водород и кислород под действием солнечной радиации и других излучений. Европа от Юпитера находится в два раза дальше, чем Луна от Земли. Температура поверхности Европы на экваторе никогда не поднимается выше минуса 160 градусов Цельсия. Гравитационное притяжение Европы к Юпитеру сильнее в тысячу раз, чем приливное воздействие Луны на Землю. Оно воздействует на ледяную поверхность, вызывая деформацию слоя льда и, помимо этого, провоцирует повышенную геологическую активность, благодаря чему внутри спутника вырабатывается тепло. Кстати, не забудьте с собой купальники, потому как на спутнике бьют гейзеры из пары воды. Их высота может достигать 200 километров в высоту. Какая-то часть уходит в космосу, но основная выпадает в виде осадков, что скорее всего и является причиной, вероятно, пористой поверхности, которая сравнивается свежевыпавшим снегом. Так ли это на самом деле, покажет время. Но если это подтвердится, то это станет проблемой в будущих миссиях. На такой поверхности космические аппараты просто будут проваливаться на десятки метров вглубь и выбраться будет невозможно. Считается, что океан Европы одни из вероятных прибежищ внеземной жизни, так как подтвердили наличие в нем веществ, необходимых для существования микробов и, возможно, других организмов. Осталось только найти их на Европе и начать, наконец, препарировать. Рассмотрим последний на сегодня спутник. Ганимед. Седьмая по удаленности от Юпитера. Размер спутника превышает даже Меркурий. Если бы он вращался по орбите вокруг Солнца, а не вокруг Юпитера, его бы классифицировали как планету. Поверхность Ганимеда разделяет на две группы. Первая – странные полосы льда, порожденные активными геологическими процессами, которые занимают 60% поверхности. Вторая группа – оставшиеся 40% поверхности. Древняя мощная ледяная кора, покрытая многочисленными кратерами. На первый взгляд может показаться, что там могут выжить только трансформеры, но на самом деле условия там более-менее благоприятные. Дело в том, что это единственная луна с магнитосферой, кислородной атмосферой и внутренним океаном. Откуда же на Ганимеде хоть и слабый, но атмосферный слой с кислородом? Дело в том, что он создается благодаря присутствию на поверхности водяного льда, разделяющегося на водород и кислород при контакте с ультрафиолетом. Температура колеблется от минуса 100 до 180 градусов по Цельсию. Ганимед имеет притяжение сравнимое с луным, так что вы вдоволь напрыгайтесь. Но что самое удивительное, это наличие магнитосферы, защита от космического излучения, а также радиации Юпитера. Ганимед получает облучение почти в 7 раз меньше, чем Европа и в 400 раз меньше, чем Ио. Однако это все еще высокий показатель для человека. Конечно, мы хотели бы изучить все спутники Юпитера более тщательно, и мы обязательно это сделаем в будущем. Но уже сегодня можно с уверенностью сказать, что Европа, Ганимед и Калисто являются самыми необычными спутниками и заслуживают особого внимания по той причине, что на них находится вода. А как вы считаете, какой спутник Юпитера, на ваш взгляд, самый интересный? Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok